Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.Семкин Корректор А.Егорова Все находки были осмыслены в статье Георгия Мамедова и Оксаны Шаталовой «Архитектура космос секс коммуна имени Калантай во фронт за 70-х годов» в журнале «Транслит номер 14». Был найден исполненный в технике де Турнеман плакат, где Маркс и Энгельс, обращаясь друг к другу, произносят лозунг «Дорогу космическому эрусу». На стене висит портрет Александра Калантай. Ниже на карте отмечен город Фрунзе среди первых социал-демократических кружков России. В архиве был найден еще один артефакт, машинописный текст, доклад, представляющий из себя сборник цитат из различных марксистских текстов, в том числе из манифеста Коммунистической партии, воспоминаний Клары Цеткин, текстов Александра Калантай. Цитаты призваны продемонстрировать, что вопросы пола и сексуальной эмансипации были неотделимо связаны с коммунистическим проектом. Между тем, как вы видите, тексты Калантай также подвергались критике. С текстом доклада соотносится еще один артефакт – архитектурная фантазия на тему горного города. Эта фантазия представляет собой концептуальное проектирование города будущего. Где из домостроительных комбинатов блоки перевозятся с помощью аэростатов, домовозов. Они работают на гелевом топливе, как указанное на рисунке. «Летающие дома» является не радикальным, но просто современным проектом. Потому что во Фрунзе, как уже было сказано, существовала школа, где создавались футуристические проекты, которые не были рассчитаны на период того времени, но они были рассчитаны скорее не на реализацию, а на полет творческой мысли, безграничную веру в технический прогресс, и что когда-то это будет возможным. Также во Фрунзе было мало ландшафта, на котором можно было осуществлять типовые проекты, поэтому решено было использовать горный рельеф. Эскиз демонстрирует широту возможного применения сил человека. Это одна из найденных открыток со стихами. Тема стихов — это отношение власти, критика мещанства, несоответствие реального декларируемому, тема космоса, квантовой механики. По мотивам стихотворения и доклада мы создали серию иллюстраций, рефлексирующих идеи фрунзенской квир-коммуны. Называли когда-то оргии, называли когда-то мистерии. Избавление лёгкой энергии из плена тяжёлой материи. Это стихи, которые были найдены, написанными на обратной стороне открыток с видами фрунза. Аскеза — долг наслаждения, мистериальный путь к опыту освобождения от органических пут. Полюс инь-янь, полу есть из ян, я — понимание, почему человек — функция физиологии, а не сознания. От имени и до тюрьмы суммы — мы — знаков пола суммы. Запонки, галстуки, каблуки, кричим, мы не мыслим, мы — вторичные признаки. Призрачные знаки, сотри, сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Космос — подлинная революция. В космосе нет правящего класса. В космосе только трудящаяся масса. Но нет ни трудового веса. Масса безвестна, бестелесна, свободна от дыхания и метаболизма. Пролетарий, природа — последний предел. Коммунизм — есть советская власть, плюс десоматизация тел. Земли — анатомический театр забыт, даешь новый быт. Вакуумический. Из доклада. Крылатый эрос слишком слаб для борьбы с гравитацией, гнусной семьи, гнусного папы, гнусных детей, бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки. Нам нужны космические скорости и космические мощности. Галактические, нет, вселенские масштабы. Чтобы эту человеческую гравитацию преодолеть, оторваться, улететь, космический эрос, космический эрос, космический эрос. Нам неизвестно, нам неизвестно, состоял ли коммуна имени Калантай из одного человека или из нескольких людей, но найденный материал позволяет нам предположить в пользу того, что коммуна имени Калантай — это группа. К сожалению, нет фотодокументов, и так нами называем на современный лад квир-коммуны. И в моих рисунках была попытка визуализировать образ коммунаров на основе тех коротких стихотворений, записанных на почтовых открытках, в которых главной линии — это тема сексуальности, то, что мы уже часть прослушали, преодоление пола и телесности. И это один из моих рисунков. Я думаю, для англоязычных нужно, наверное, все-таки зачитать, и я надеюсь, что перевод будет адекватный. «Тело — источники трата, будь обесточен стократно, но не напрасно, не трать на мелкую страсть, ты — не частица, но часть тяжелой промышленности мысли, в тонны слов и чисел переводи массу тела до изнеможения, до уничтожения, до предела». это еще рисунки, и тоже для полноты образа я взял стихотворение из этих почтовых открыток. Я, наверное, только один стих прочитаю, потому что Айганыш до этого уже прочитал стих про полис Иньян. «Личность, личинка, частица, частница, неуместно лови волну, все существо, π равно h ламбда». И я думаю, что можно, наверное, закончить таким манифестирующим рисунком. Цитата, отрывок был взят из доклада, не из поэтических открыток. Я думаю, что, может быть, я и не ту цитату выбрал, но мне кажется, все-таки для начинающих понимания, для начинающих понимания фир-теории, мне кажется, как раз-таки эта цитата очень уместна. В новом цистолистическом строительстве должны были быть отражены не только изменившиеся после октября экономические отношения, но и последневные человеческие отношения в семье и между полами. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!